Привет, друзья, я рад приветствовать вас на канале GSMDog. В этом видеоролике будем разблокировать от Google аккаунта Samsung SM-A127. Это версия Samsung Galaxy A12 с процессором Exynos. Способ универсальный работает на Samsung, у которых при включении на заставке есть надпись KNOX, а также должна быть установлена версия Android 11 или 12. Версию Android и дату сборки прошивки можно узнать в меню Recovery. Вот здесь указывается версия Android, в нашем случае 11. Третий символ справа налево – это год выпуска прошивки, U21 буква английского алфавита. Второй символ справа налево означает месяц выпуска прошивки, K11 буква английского алфавита. Соответственно, данная прошивка выпущена в ноябре 2021 года. Вам будет проще найти способ разблокировки, если вы знаете версию прошивки и дату выхода патча безопасности. Итак, давайте перезагрузим телефон в нормальный режим, и я вам покажу, что телефон действительно заблокирован. Тут, как всегда, проходим первоначальную настройку, подключаем смартфон к Wi-Fi. Если вы раньше уже пробовали разблокировать Samsung смартфоны с помощью приложения Alliance Shield X, то вы можете пропустить данный фрагмент, где я делаю резервную копию данного приложения на другом смартфоне с KNOX. Тайм-код есть в описании к данному видео. Берем другой Samsung, подключаем его к Wi-Fi. Заходим в свой Samsung аккаунт, заранее зарегистрированный. Не буду объяснять, как это сделать. Если вы занимаетесь разблокировкой, я думаю, пройтись с этим сами. После того, как вы зашли в свой Samsung аккаунт, либо в Play Market, либо в браузере, находите и устанавливаете программу Alliance Shield X. Я скачаю АПКшку и устанавливаю ее. Поиск пишем Alliance Shield X, скачать АПК. Обязательно скачивайте самую последнюю версию. Скачали, устанавливаем, даем разрешение на установку из неизвестных источников. Готово. Далее запустите приложение Alliance Shield X, совсем согласитесь. И вам нужно зарегистрироваться. Переходите на страницу регистрации, проходите Капчу. Соглашаетесь с условиями использования, вводите имя. В свою почту вводите пароль. Затем заходите в настройки телефона, в ваш Samsung аккаунт, пролистываете вниз. Выбираете пункт Samsung Cloud. Возможно, вам придется обновить приложение. Немножко подождите, затем снова зайдите в ваш Samsung аккаунт. Samsung Cloud, резервное копирование. Нам надо сделать резервную копию только приложений, по идее. Дождитесь окончания резервного копирования, нажмите «Готово». Возвращаемся к заблокированному телефону. Открываем самую первую страницу. Нажмите и удерживайте обе клавиши громкости. Убавьте громкость, чтобы не слушать противный голос. И нарисуйте отзеркаленную английскую букву L. Нажмите на пункт «Использовать голосовые команды». И для подтверждения надо еще два раза быстро нажать на это же место. Скажите «Открыть Google Ассистент». Выберите Google, затем нажмите кнопку «Всегда». Все то же самое. Первый раз вы наводите курсор и двойным нажатием подтверждаете свой выбор. А теперь голосовому помощнику нужно дать команду. Открыть настройки. Чтобы перейти в настройки устройства, нажмите «Открыть настройки». Открываем настройки. Теперь можно отключить TalkBack. Зажмите обе клавиши громкости. Теперь сенсор работает в обычном режиме. Зайдите в свой Samsung аккаунт. Введите свой логин. Затем введите свой пароль. Пройдите двухфакторную аутентификацию. Введите код из SMS. Зайдите в раздел «Самсунг клауд». Нажмите кнопку «Обновить». Подождите около минуты. После этого повторно зайдите в свой Samsung аккаунт. Снова зайдите в раздел «Самсунг клауд». Выберите пункт «Восстановить данные». Выберите свою резервную копию. И нам нужно восстановить только одно приложение. Выбираем только «Альянс Шилд Икс». Нажимаем «Готово». Нажимаем «Восстановить». «Установить». Нажмите «Готово». «Позже». Вернитесь назад. Еще назад. И еще назад. В этом окошке нажмите на значок «Гугл». Затем на значок микрофона и скажите «Опен Альянс Шилд Икс». И запустится приложение «Альянс Шилд Икс». Нажмите кнопку «Далее». Еще раз «Далее». И еще раз «Далее». Понятно. Введите логин и пароль от своей учетной записи. Войти в систему. Придумайте любое имя для вашего устройства. Окей. Далее. Включить администратора устройства. Включить. Далее. Кнокс. Обязательно включаем. Соглашаемся с условиями. Принять. Нажмите «Далее». Закончить. Менеджер. Закрываем это уведомление. Нажмите на значок поиска и впишите слово «Мод» на английском. В этом списке выберите «Сервис мод». Вкладка «Активити». Пролистайте самый низ. И еще раз выберите «Сервис мод». Открыть. Выберите «МТП плюс АДБ». Теперь с помощью USB кабеля подключите смартфон к компьютеру. На компьютере запустите сам фирм. Перейдите во вкладку «Андроид сервис» и выберите пункт «Reset FRP». На смартфоне нажмите кнопочку «Всегда доверять» и нажмите кнопку «Разрешить». Все, программа сообщила, что сброс аккаунта выполнен. Смартфон перезагрузится. Я немножко ускорил этот фрагмент. Так. Разблокируйте смартфон. Выберите «Апклауд». «Всегда». Первое время он будет тупить. Здесь нажмите «Позже». «Да». Теперь зайдите в «Настройки». В поиске напишите слово «Сброс». Выберите пункт «Сброс данных». Здесь снова выберите «Сброс данных». «Сбросить». «Удалить все». Введите пароли «Самсунг аккаунты». Нажмите «Ок». После сброса пройдите первоначальную настройку. Никаких аккаунтов не будет. Это все, что я хотел рассказать вам в данном ролике. Если вам понравился данный ролик, возможно, вам понравятся другие ролики на моем канале. Подсказки сейчас появятся на экране. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи в новых роликах. До встречи в новых video. Продолжение следует...